Всем утрейшего добрейшего! Воскресенье, 21 марта. Полет нормальный. Город Сызрай. О, ты заходи, если еще на кафе написано. Класс! Минус 3. Сухенько. Впереди похоже тоже все красиво. Небо ясное. Выспался как сурок в этом. Глотили. Что-то с утра такая лень снимать была, если честно. Ремонт на 515. Осуществляем ремонт грузовиков в полный рецепт. Мы находимся на трассе М5, 879 километр. Поворот на Раллино. За стоянкой караван. Наличный и безналичный расчет. Запчасти в наличии имя заказа. Телефон 8 987 959 0006. 8 987 959 0006. Вот если кому-то интересно. Не будильника не заводил ничего. Спал пока. Сам не проснулся. Сейчас время. Переходим на Московское уже. Потому что сейчас чуть-чуть Ульяновской области. Заправка в Новоспасском. И уже в Пензенскую зайдем. Ну и в Пензенскую у нас уже будет время Московское. Поэтому по Москве сейчас 7 утра. На Минске нам 1600. Прошли мы 4 376. Но общая сложность идет 6000 получится. Плечо такое. Вот такие плечи я люблю. Такие плечи мне нравятся. Покатили. Сегодня. Еще пока не решили, что там. Мы часто что-то не понимают. Но мы сказали. Но я думаю, скорее всего, что мы пойдем через это. Через Тамбов. Липецк. Орел, Ливный. Кто будет еще? По идее, короче. Что-то хотел погуглиться, забыл. Расстояние. А до Пензы сейчас все равно. Едем. После Пензы уже определимся. Вот за что я люблю Центротех. Это зашла. Красота. Все хватает. Все длинное. 600 литров нам хватит. Просто потом на Петроле, если будет... Ну, назад будем ехать на Россию. На Петроле дешевле. По-моему, еще на рубль топливо, чем здесь. Вот, еще не все пооблетало. Мракобесие вчерашнее. Сейчас по теплу поедем. Растает, облетит. Так, ну что, наше новое колесико. Тут едет. Здесь старенькое. Ну-то и вот теперь судьба на этой средней оси кататься. Все тает, тает. Потому что свободно тут довольно, да? Обычно тут все всегда забито. На этом Центротехе. Ну, а это уже совсем. В Москву вернемся. Вообще лысая будет. Хрен с ним. Дверки оставил открытым. Тепло на улице, хорошо. Хороший пильон. Город Кузнецк. Бензенская область. Все, да. Мы уже в Бензенскую зашли. Солнечно, ну как-то так, минус пять. Цельско, вообще погода кругом. В Красноярске. Сегодня только сток сказали, что вообще плюс семь. В Бензенской минус пять. Руслан Корешок сегодня с Белгородской области прислался старого оскола. У них вообще снег выпал. Что творится непонятно в этом. С этой погодой. И как это не устаканится. Там, где должен еще снег лежать, там уже кучи давно текут. Бананы скоро цвести начнут. Там, где уже давным-давно должно все зеленить, там снег выпадает. Короче, какие-то непонятки. Валим до Пензы, естественно. До Петушка. Само собой. Надо ж местные аптеки опять пошерстить. А, красный свет. Та, ё-моё. Вон Мецестелла. Кузнецк. Прямо отсюда он начинается. Та, ё-моё. Субтитры подогнал «Симон»! 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 не будем сильно задерживаться поездим перекусим правда может вернемся еще они тут уже растопили все здесь нормально вот въезд магазин туда то что пару домов пройти тут посидели посчитали погуглили так и не поняли в чем прикол ехать через орел здесь и если потом выходить на смоленцы как даже через это через рязань на сто восьмую так еще и короче получается и не стал думать велосипед тут то чего здесь федералка там практически до рязани широкая там по сто восьмой москва бежал по идее там не должно быть больших проблем сегодня воскресенье 21 не знаю сегодня там это вряд ли туда доедем завтра наших понедельник по сто восьмой больших затруднений там быть не должно какой смысл не хотите а ел там это так осени этими дорогами деревня на деревне теле если надо было именно выходить находит на могилёв еще что нибудь через понятовку я назад чуть не очень хочу ехать а что-то с газетом случилось казалось чудо так перекосило газов вот поэтому едем вот по m5 до сто восьмой полностью до сто восьмой то не пойдем на раз дорезали там на михайлов но посмотрим по четверки чтобы эти лухарейцы объехать там эти светофоры русская микс будь не нравится мне этот кусок кусок а это вот есть здесь еще думаем я ладно вокруг я там все а там зато выходишь уже за 108 и 600 километров практически чуть меньше все автобан широкая дорога 4 полоска только вали поэтому какой резон тут это здесь все кренделяво делалось абсолютно никакого значит ничего не буду боем катим когда проезжал хвост макшанский транспортный это с москвы едем 3 ма 3 машины нас было я на белорусских номерах и две машины на этих на российских ну говорю давайте это самое я первый меня на белках по-любому остановят а вы за мной как бы типа проскочите на этих на своих на российский ну ладно едем здесь пасту подъезжаем а время наверно часа два ночи было стоит что интересно она уже фирму то знали фирму то уже знали и знали прекрасно какие-то мне были номера что там белорусы ездят в общем короче меня пропускает а и двоих останавливается наделиться сделать у нас как бы все хорошо было ну вот в плане того что я на только начал эти кино снимать думал меня остановит кино сниму меня пропустим а двое российские машины остановил так надо тут одноделиться на минутку сделать не по золу природы по компьютерным делам крайний город восточном направлении с пензенской области город спас 1663 сейчас ехал смотрит в полица и чуть тоже на каждом перекрестке тусуются что такое потом по радио говорят операция нюх нюх сегодня официальная у вас мой спас кто же пытается под этот косить воду мед шашлычки ами дымят вас проходим и начинается чего правильно мордовская ссср она хоть и небольшая но вот здесь участок небольшой так пересекаешь аппендикс такой наверно в этот раз умеется останавливаться нибудь еще пока точно не решил скорее всего что нет что-то как-то это так плотно поел в пензе что-то пока никаких мыслей о еле положительную сторону не возникает что удивительно обычно уж то что хорошо и вкусно покушать это дело мы любим джип 500 самосвальная 500 каблурно скажи сука и у нас и у нас только суп у него и у нас и у нас и у нас есть посмотрим еще тут чудо 30 километров на этого нижний ломов нет нижний ломов мы проехали короче там где транспорта не стоят забыве и там у меня что вряд ли у часа езды не хочется через силу пихать потому что чисто мимо едем как-то не вариант самое смешное проедешь и потом через 15 минут не захочется таджики таджикистане еще бывать не доводилось пакистане был чекистане не турпенью как-то хотели отправить даже хотели визу сделать а что-то столько рейсов вали на туркмению там у специальная какая-то виза нужна именно там что-то такое там дорогущие без проблем давайте поедем туркмению как-то так дальше слов дело не зашло а потом что-то и пропало туркмения может и ездят немного удачи-то вон повально туда машины повали причем что мешки что рэф в общем-то есть паск прямо участвую мордовская сср начинается где-то вот совсем рядышком на горочке посмотрим да вот и жгл вон пусть души сколько постов по закрывали ой 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 как вспомнишь как раньше есть каждый пост рабочий каждый стояк а то дальше где-то на каждом посту ну да что ж ты будешь делать на выходе там агенту по моему надо так а но на пензенский тут же должен быть стоять мордовский и тут такого нет только один то есть поскольку по моему и мордовский тоже есть что ты мишер плато что нормально не мордовского нет ну вот все welcome республика мордове зубовая поляна о вспомнил как этот населенный был называется городок как раз кольцо развязка на зубовую поляну плата влево куда-то там это непонятки куда направо как раз зубовую поляну нижний ломок зубовую поляну вот спутал бывает тихоем на шашлыков и начался умеет не едем без остановок не охота совсем время паузы придет постоим уже чайку попьем морд мордов мордов мордовец название такие цены наша последняя харчевня а вот начинается дальше которую мы заезжали тут обочина конечно стрёмная вот справа стороны грузинская мне нравится понравится обочина стрёмная но она здесь твердая здесь сами утоптывали ходили чтоб могли машины съезжать вот это я надеюсь что этот мороз кинзон работает я уже проехал наверх я уже проехал должен по идее В гостях утёщи. Всё-то там нет никого. А вот Малина вызвала с правой стороны. Тоже работает. Как-то там вот мне больше понравилось. Всё, кончились. Как-то немного-немного машин, согласитесь. Что-то как-то так совсем не будет. Бедненько с людьми. Люба. Люба не работает. Люба ушла на базу. Много-много закрылось. Много. Тогда вот эта пандемия была. И всё. И люди не пережили. Единственный доход был. Это вот это вот. Многие не пережили этот кризис. Анастасия. Анастасия ничего так солидно не будет. Как вы финиш. Валентина. Это Русь. Кушавель. Кушавель. Уехал в Кушавель. Ням-ням. Ням-ням. Что-то тут какая-то большая тусовка. Это не только у нем-ням. Еду-м-едок. Так рядышком будут друг за дружкой. Едок. Еду. Класс. Кто на что гораст. Сейчас тут чуть-чуть туда-сюда и всё. После умёта Мордовия. Поверь не ебанулся что же, блядь. Кто что-то не поделил. И Рязанская губерния. Начнётся у нас. Надо бы где-то заехать. Чайку, кофейку. Всё дела. Сейчас вот тут. Вот с правой стороны что-то тут Машка выдает. Какую-то заправку. Заскучим. Посмотрим, что там есть. Это уже шанс прошли. Всё. Постоим. И ещё сегодня... Ещё поедем поработаем. Мал-мала. Красненькие флаги. Это у нас Лукойл, да? По идее. У них никогда площадки нет. Там, в принципе, ещё дальше какую-то вырисовку. Сейчас глянем. Поставим самоварчик. Попьём чайку с печенюшками. Не, это не Лукойл. Это так, что-то? Какая-то червоненькая. Да-да-да. Ну и там есть, наверное, достать. Место смотрим в ногу. Не хочется на дороге стоять. Давайте съедем. Притулимся день и пусть. Притулиться-то притулимся. Потом поехать? Вот в чём беда. На следующем повороте поверните налево. Может, развернусь сюда, здесь на за руки остаться? Какое тут движение? Или вот тут вот? А, ну вот здесь поездка надо. Не хочется буксовать. Поверните направо. Затем на следующем повороте поверните направо. Здесь, если я так стану, я, наверное, проезд перегорожу, да? Ага. Не то, чтобы перегорожу. Давай я смотрю, вот коллега заштуриный, может быть. И вон там поедем, с краю встанет. Вот здесь вот на асфальте должна поехать. Хотя вот на асфальт-то мы особо не попадаем. Потому что вот так вот и остаться. Во! Так вот и останемся. Колеса на асфальте задние. Что значит тронется? И никому не мешаем, ничего не перекрыли. Это мост в Рязани. Он низкий, между прочим. То ли самосвал тут кузов задрался, то ли кто-то широкий, высокий шелк. Как же показывали, как его это... Рихтанули маленько. Давно уже, правда, было. Так, а мы что? Мы не пойдем, да, через... До 108-й по пятерке. Через третью столицу. Там сплошной поток идет. В воскресенье, 8 вечера уже. Нарязань-то куча машин шла. А сейчас на Москву будет идти вообще тут целая жесть. Машин очень много. Там луховицы. Там узко. Там куча светофоров до 108-й. Не только в луховицах вообще, я имею в виду. Поедем по старой дороге. Когда-то мы когда-то постоянно здесь ездили. Через... Сейчас вот сюда уходим на Михайлов. И получается... Мы... Мы... До 108-й. Мы выйдем на шестерку. Москва-Волгоград. Вот в районе Михайлова. И там потом соединимся с четверкой. И еще по четверке уже до 108-й. Круглосуточная мойка. На Михайловском шоссе. Чуть-чуть дальше, чем по прямой. Может километров на 15 каких-нибудь. Но здесь спокойнее. Ну, во всяком случае, мне тут больше нравится, чем... Уже через луховицы по прямой едешь, когда именно надо. Вот. Ну, в ту сторону. А если как мне сейчас в сторону Минки, так лучше вот так поехать. Не помню я, сколько здесь километров до Михайлова. Наверное, километров 100 еще. Нет, не 100. 60. Ну, вот, наверное, мы сегодня до Михайлова дойдем, и все. И там заночуем. Там есть стоянка, когда выходишь на шестерку. Вот. Ну, раньше этой дорогой ездили в Востокресенский транспортник, поближали. Ну, и эти ж, я же еще раз повторю. Третья столица, там все дела. Такой участок дороги, такой от Рязани до 108-й. Мне не нравится вот пятерка в этом месте. Тут тоже как бы через деревни, там туда-сюда, но потихоньку, терпимо. Здесь поспокойнее. Ну, и плюс еще возьмите в воскресенье поток машин сейчас на Москву будет идти. Это вот все в Рязань возвращаются. И кто вам посмотрит сколько. А сейчас на Москву какая толпа начнет идти. Там будет, о-о-о, лычь будет не высунуть ни влево, ни вправо. М6. Все, сейчас вот развязку сюда на туру проходим. И там с правой стороны должна быть... Ну, была раньше, сейчас я не знаю, давно не ездил. Там кафешки какие-то и была стоянка. Точно знаю, что была. 9 вечера. Хорош на сегодня. 204 до Москвы, но это... Это центра. К саму Москву мы не пойдем. До 108-й. Но это Туркашира 110. Это 110. И там еще километров 20, наверное. Километров 130-140 отсюда, да. 108-й. До Минска еще нормально. 898, но это через МКАД. По 108-й, это может даже и дальше будет еще. 952. Это по 108-й. Ну вот, 952 километра по 108-й еще. Еще прилично, еще 1000 верст. Вот электрик. И вот здесь, где-то в конце. Где-то вот здесь в конце. И есть стоянка. Бава. Если там еще места есть, то должны быть, наверное. Е-е-е-е. Нормально. Все, поехали спать. Ох, какие тут ямины-то. На. Заезд хороший. Ой-ой-ой-ой-ой. Как и прицеп переломать можно по таким ямам. Ну, наверное, когда кто-нибудь переломает, потом... Да. А рано поедет? Нет, не рано. Не, не рано. Правильно. Надо поспать сколько можно уже рано вставать. Не рано, и рано уже вставай здесь. А он туда влезет. Вот сюда, в дырку эту, да? Да, да. Я могу морды туда загнать. Давай, я гладу. Это смех. Ах. 150, так 150. Из дорожности нет. Это не первый день я поговорил. Я понимаю, что не первый. Стрелочник, я могу не петь на вам. Ну, понятно, не. Ну, понятно, высказывают-то кому-то. Да, Семенка, ну там, целая гора лежит. Вот, блядь, проблем трактора, ну где найти надо? Не засыпать, блядь. Ну. Трактора нет, ем, вот целая вода-то. Желания нету. Да. У шефа. И денег жалко. А с одной стороны, когда она ровная, а тут летят прям в ту. А с другой стороны, как раз еле едут. Как раз успеет. Ну, логично. Ну, такая ямина, конечно. А что, ну, мой смен, вот я работал, мало еду, подвеску обманула. Ну, так я же про что я говорю. Тут на низкорамнике и все. И так он уехал. Обиделся весь по ним. И что надо делать? Он умер. Ты все надо ссумать. Я не упал. Ты все надо снять. Он умер. Не, ну, конечно. Нет, ты тут перейдешься, блядь, подумал-подумал. Нет, я пойду, я нахуй. Тихоньку, блядь. Яс. Ладно. Давай, давай. Конечно, такая ямина. Там на низкорамнике, если залезть, так там и действительно проломить что-нибудь себе можно. Зацепить, лапы оторвать и так далее, и тому подобное. Мы рано не поедем. Поеду часов в 8 утра. Да, конечно, тут же. Ну, я передам. Завтра уже все разъедутся в 8 утра. Завтра задам выгонят. Все. На сегодня все. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...